Бывают такие ситуации, когда говорят, звёзды сошлись. И правда, балаковец Константин Флегантов, специально того не подгадывая, оказался готов к необычному экстремальному фестивалю скорости «Байкальская миля». Мотоцикл он купил давно, когда этой самой мили и в помине не было. И железный конь ждал в гараже своего часа. Ведь сам Константин не экстремал и не гонщик, а самый обычный инженер. У него даже нет водительского удостоверения с категорией «А». Любовь к мотоспорту чисто теоретическое. Про фестиваль скорости Константин узнал от друга. И тут, как говорится, его осенило. Так вот, для чего стоит в гараже его мотоцикл. И самому стало интересно, сможет ли подготовить технику и сам настроиться на такое уникальное и удивительное мероприятие. И тут пригодилась его специальность промышленного дизайнера. При помощи механика спидвей-клуба «Турбина» Константин изменил конструкцию мотоцикла согласно регламенту фестиваля. Внесено больше 12 изменений технических, в которых мне приходилось думать, как это всё реализовывать, как это сделать, чтобы меня допустили на «Байкальскую милю». Я поставил назад тормоза, установил. Должны колёса быть закрыты, чтобы от шипов повреждения не было. Электромагнитные клапана мне выставили, чтобы я мог с ручки руля перекрыть топливо или чеку. То есть чека должна быть обязательно, глушение двигателя, но надо было ещё сделать с кнопки. На стандартных мотоциклах это всё есть, а на наших спидвеевских нет. И усовершенствованный мотоцикл прекрасно показал себя на трассе, которая пролегала по льду замёрзшего озера «Байкал». Первые два дня откатались нормально, ну в третьей там были маленькие технические нюансы, ну как бы их вовремя там всё поправили, всё как бы поехало. Второй тест уже мотоцикл хорошо поехал. Я не один такой туда приезжал. Там много техники тоже было построено, ещё не обкатано, и пилоты также первый раз садились и говорили, а как им управлять. Опыта не было. Четыре раза по кругу по стадиону проехал, ну может быть там раз в восемь. И за два дня до выезда на Байкал я ездил там, ребята на озере, на одном из нас в городе есть, они чистят для себя подрифтить. Вот я выехал там, прямая была 600 метров. Вот я там раз в восемь проехался, понял, что такое воблинг, как этим управлять, как его гасить. Этой поездке, по словам Константина, благоволили звёзды. Все, к кому бы за поддержку он не обращался, ему помогали. Пазлы жизненные, когда я начинал всё строить, ой, думаю, мне надо двигатель. Пришёл в команду, мне надо это, на, мне надо то, на. То есть предприниматели местные ходил там, говорю, вот я еду, вы мне поможете? Все поможем. И вы представляете, мне, можно сказать, весь город помогал в этом. То есть весь город и предприниматели, и команды клуба «Турбина». Фосагра мне вообще хорошо помогла. То есть я написал письмо, что вот еду, сможете помочь? И мне помогли прям вообще замечательно. Шесть суток до Байкала и восемь обратно. И путь этот был легче именно благодаря неожиданной поддержке компании Фосагра. Предприятие выделило средства на дорожные расходы и проживание Константина. Ну и, конечно, больше всего ему запомнились гонки по ледяному озеру. Такого приключения в жизни балаковского инженера никогда не было. На байкальской миле была представлена эксклюзивная техника и опытные гонщики. И наш земляк показал довольно хороший результат. Заодно Геннадий испытал свой мотоцикл и теперь знает, что еще нужно усовершенствовать, чтобы в следующем году установить свой личный рекорд скорости.